Субтитры делал DimaTorzok Это программа онлайн и ваш финансовый консультант Анжела Гарипова Давайте сначала разберемся, что означает это загадочное слово биткоин В переводе с английского бит это собственно бит и есть, а коин это монета Данная валюта используется для виртуальных расчетов, ее курс буквально непрерывно растет И что самое интересное, эти деньги имеют свои границы Если опустить все технические нюансы, то данная криптовалюта это всего лишь набор символов Такой вот некий длинный шифр Чтобы его получить нужен интернет и мощный компьютер Он-то и будет решать задачи, за которые система начислит виртуальные деньги Этот процесс называется майнинг Продвинутые пользователи даже создают у себя дома целые фабрики для зарабатывания криптовалют Покупают компьютеры, начиняют их несколькими видеокартами И техника все делает за них Уже даже существуют биткоин-майнеры Специальные устройства для добычи данной криптовалюты Участие человека в этом деле лишь потребительское Его задача потратить биткоины, накопить или обменять на другую валюту Неважно виртуальную или реальную Всем привет! Ребят, кто шарит, где можно купить биткоины у нас? У нас нигде, у людей разве что Или на электробирже Все равно ничего не понял Что за криптовалюта? Что за биткоин? Возможно, кому-то сложно понять систему появления криптовалюты И что это за цифры, почему за них платят деньги Но думаю, куда интереснее будет узнать историю происхождения биткоина Ну и, конечно, курс этой валюты Были у нее свои взлеты и падения Годом появления биткоина считается 2008 год Тогда некто под именем Сатоси Накамото Возможно, это псевдоним Опубликовал принципы работы новой валюты и системы расчетов Год 2009 Сеть биткоин запускается для публичного использования И уже мая 2010-го становится историческим месяцем для новой валюты Именно тогда американец Ласло Ханыч купил две пиццы за 10 тысяч монет Что стало первой покупкой, совершенной за биткоины С тех пор новая криптовалюта только набирает обороты Ее курс постоянно растет Первые биткоины в апреле 2010 года оценивались в 0,3 цента А в ноябре 2013-го за один биткоин давали 1000 долларов США Потом произошел откат цены И сейчас курс колеблется в районе 300 долларов Кстати, он формируется на основе спроса и предложения И зависит от уровня доверия потребителя к биткоину Уникальность этой валюты в том, что она полностью децентрализована Это означает, что не существует никакого центробанка Который бы обеспечивал ее ликвидность Скорее! Я ведь еще только учусь Ну что, время! Время – деньги Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени Куй железо, не отходя от кассы Помешать транзакции или заблокировать счет никто не может Создавать свои биткоины на первоначальном этапе мог любой желающий Сейчас процесс стал сложнее Однажды все закончится В связи с особенностями данной системы Максимально возможное количество биткоинов – 21 миллион По разным прогнозам считается, что эта сумма будет достигнута с 2040 по 2160 годы Сейчас в обороте около 12,5 миллионов биткоинов В Казахстане биткоин не получил такого распространения, как на Западе и в странах Европы Там на эти деньги можно купить практически все От чашки кофе до билета в космическое путешествие Обычным делом стало расплачиваться биткоинами в интернете А некоторые энтузиасты этой криптовалюты даже умудряются жить на нее полностью Или частично отказавшись от государственных денег По прогнозам специалистов первого в Казахстане биткоин-центра В ближайшие 10-20 лет криптовалюта может занять свое место в нашей стране Тем более это вполне станет возможным на фоне развития интернета и электронной коммерции в республике На популярности биткоина в Казахстане также скажется официальная позиция государства Ее мы пока не знаем Кстати, вот в России денежные суррогаты, к которым относятся и биткоины, запрещены В числе государств, защищающих таким образом свою национальную валюту Китай, Бразилия, Индия С предостережением выступили центробанки Франции, Индии и Эстонии Зато вот Сингапур, Норвегия и многие другие признали биткоины валютой Все больше компаний в мире начинают их принимать И это уже не просто оплата хостинга, облачных хранилищ или доступа к онлайн-играм Биткоины принимают и университеты Великобритании, и старейшее казино Лас-Вегаса В канадском Ванкувере даже открылся первый в мире биткоин-банкомат При помощи которого любой желающий может обменять криптовалюту на обычные деньги Биток будет валютой мировой Правильнее сказать, криптовалюта, валюта будущего А будет это биткоин или что-то другое, время покажет Лично я сомневаюсь, что это будет биткоин Уже сейчас есть несколько криптовалют с гораздо лучшей и большей функциональностью Со временем роль битка будет падать, а роль он их или еще более продвинутых расти Отдельные фанаты уже называют биткоин валютой будущего Возможности у нее действительно фантастические В первую очередь она притягивает людей анонимностью С одной стороны эта валюта достаточно открыта С другой абсолютно непрозрачно Казалось бы, еще несколько десятилетий назад все выглядело куда проще Сейчас такая реклама выглядит наивно милой Нет уже ни сберегательных касс, ни такой техники Но деньги наличные, а теперь еще и электронные или крипто существовать будут Конечно, официального статуса у биткоинов по-прежнему нет Огромная стоимость при полном отсутствии контроля означает одно Колоссальный потенциал для махинаций и спекуляций Это и происходит, а значит криптовалюту по данным экономистов ждет Либо полный повсеместный запрет, либо легализация с неизбежным регулированием государства Причем, насколько возможно, последнее пока понятно Деньги, заработки, интернет Мы много об этом говорим, еще больше думаем Но погрузившись в мир виртуальный и в погоне за заработками Часто забываем о простых вещах Наполните мир добротой, и она вернется к вам с самой неожиданной стороны Деньги Кажется Кажется Мой 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 Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Это была программа онлайн. Я ее ведущая Анжела Гарипова, ваш верный проводник в мире неограниченных возможностей сети интернет. Находите материалы этого выпуска, сканируя QR-коды на ваших экранах, а также на сайте www.3w24.kz. До новых встреч в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok